Привет! И предыдущая часть многим понравилась, поэтому сегодня будет вторая часть, как я рисую запросы людей из чат-рулетки. Если вам эта часть тоже понравится, то поставьте лайк, и я буду делать продолжение. Спасибо, солнце, что уходишь! Вот мы переместились в виртуальный мир, но у меня задействует еще серебряная кнопка. Надеюсь, люди это не будут замечать и ничего не заподозрят, но в принципе пофиг. А еще мои любимые ракурсы снизу, все мои 500 подбородков говорят вам привет, и я смотрю куда-то в пустоту, но не важно. Ну в принципе, можно попробовать начать и посмотрим, что скажут люди вообще. Скажи, первое, что тебе в голову придет, какую-нибудь странную вещь любую. Ты стример? Здорово. Привет. Скажите, какую-нибудь любую вещь странную, ну первое, что тебе в голову. Лимонад. Телевизор. Лимонад и телевизор? Да. В общем-то, первое, это лимонад и телевизор, мне кажется, очень прикольная идея, можно нарисовать какую-нибудь рекламу лимонада в телевизоре, поэтому этим мы и даймемся. Ну и короче, как я и говорил, я начинаю рисовать телевизор сначала, я пытаюсь это сделать более-менее ровно, но у меня нифига не получается. Ну типа, давайте примем тот факт, что руки растут из коленных чашек и ровно рисовать никогда у меня не получится. Тем временем я пытаюсь поступить в другую страну на дизайнера, вообще очень классно. Я рисую такой типа старый телевизор на ножках и внутри у него изображение, там две чашечки с лимонадиком и какие-то пузырючки летают рядышком. Кстати, напишите в комменты, как вам такая рубрика и поставьте лайк, если вам нравятся видосы, где я рисую запросы из чат-рулетки. Сегодня у меня будет такая стилистика рисунков, я все буду закрашивать типа вручную, как будто это карандашные линии и чтобы была видна текстура, как будто бы это все настоящим карандашом нарисовано и очень все неравномерно закрашено. И да, сегодня видос получился длинным, поэтому запаситесь там чайочком, печеньками, я не знаю, чем еще можно запастись, но 9 минут видоса. Короче, вы сами шаритесь, сами все знаете, смотрите до конца. И первый рисунок готов. Следующее слово или два слова, короче, сейчас узнаем, что люди скажут вообще. Скажи первое, что тебе в голову придет. Покажи письмо. Привет. Скажи что-нибудь, что тебе в голову первое придет. Зубная паста. А еще что-нибудь? Телефон. Зубная паста и телефон. В принципе, это тоже прикольно, можно что-нибудь придумать интересненько. Думал, думал и придумал что-то интересненько. Короче, знаете, типа лайфхаки из тиктока всяких, там где зубной пастой исцеляют телефон и убирают с него царапины. Я решил такое вот нарисовать. Я рисую телефон, который лежит и тюбик зубной пасты, из которого вытекла зубная паста. Я пишу пасту зубная, чтобы это было сразу понятно, сразу ощущалось визуально. И также рисую вот такую вот красно-синюю пасту, красно-синим-белую пасту. Флаг России. Если что, это просто такая паста, да. Также добавляю всякую тень под пастой, как будто она летает, как будто это все объемно, крутенько. Как будто я шарю, где нужны тени, хотя эти все тени в разных местах, и типа свет как будто со всех сторон светит. Неважно, я не шарю, как правильно рисовать, я просто рисую, как умею, как знаю. А рисунок готов. Следующий рисунок. Скажите первое, что вам в голову придет. Иди нахуй. Привет. Скажи первое, что в голову придет. Ой, стол, картина. Понятно, спасибо. В общем-то, стол и картина, в принципе, тоже нормальное сочетание слов. Лучше, чем то, что он сказал в начале. В итоге я решил взять еще и первое слово, которое он сказал, потому что это прикольненько, это странно, это необычно, это кринжоба, как говорит молодежь. Я так тоже говорю, но у меня не получается, потому что букву R я не выговариваю. А, кстати, все рисунки я рисовал на iPad, потому что там проще рисовать, и так легче, так быстрее, и там можно сделать запись экрана, и то все крутенько, быстренько получается. А на рисунке у меня картина на столе, а на картине какие-то случайные цветовые пятна, которые образуют очень интересные вещи. Это просто абстракция, никакого смысла в этой картине нет, конечно же. И все совпадения с предметами случайны. Ну и, как говорится, наша ховая картина готова, суперклассно. И следующее, давайте узнаем у людей. Привет. Скажите что-нибудь, какие-нибудь предметы любые. Телефон. Кастрюля. Кастрюлька и телефончик. Мне сразу в голову пришла такая картинка, типа стоит кастрюля на огне, и как будто бы, знаете, там у кого-то тайные важные переписки, их отслеживают агенты из ФСБ, или как это называется, и там срочно нужно избавиться от телефона, и кто-то кинул телефон в кастрюлю, в какой-то зеленый яд, чтобы это все сварилось, и стереть все данные, чтобы никто не смог узнать какие-то тайные секреты. Вот, короче, сюжет для нового фильма, берите режиссеры, там, сценаристы, пользуйтесь. А пока я тут рисую, напишите, сидите ли вы в чат-рулетках, я там часто тоже сижу, угораю над людьми, но я свои видео из чат-рулетки перезаливал еще в ТикТок, и они набрали там очень много просмотров, и многие люди в чат-рулетке говорят, что они меня где-то видели, и скорее всего они видели меня в ТикТоке, но они этого просто не помнят, и они просто все перематывают, потому что боятся, что я какой-то там стример, типа такое что-то. А еще я, походу, выбираю какие-то неудачные времена для чат-рулетки, потому что я захожу, и там только какие-то мужики сидят, либо вообще никто не сидит, но мне вот повезло, напопались какие-то дети, они сказали мне хоть какие-то слова. Конечно, может быть, это не так весело, как могло бы быть, поэтому да. Но рисуночек тоже уже подходит к концу, и такой вот рисунок у меня готов. Вау, какая бумажка здесь, вау! А я тебя где-то видела? Где? Скажите какие-нибудь любые слова, которые первые в голову придут. Мозг. Еда. Мозг и еда? Да. Ну, в принципе, мозг и еда, это тоже можно нарисовать, поэтому давайте нарисуем. Знаете, еда, это вообще отдельная тема. Я в начале лета пытался похудеть, я, короче, начал меньше питаться, начал есть там, типа, правильную еду, правильное питание, всякое такое. И меня хватило на неделю, я за неделю сбросил там 4 или сколько килограмм, и такой, типа, ну ладно, по-моему, 4 килограмма, это уже много, можно и перестать худеть. И в итоге я просто начал пачками есть печенье с чаем перед сном, и тут вот на картинке рисую картошку фри, это, типа, вредная еда, вредное питание. И слева там баклажанчик, это, типа, здоровая еда, здоровое питание. Я никогда не ел баклажаны, я их никогда не буду есть, потому что как-то раз мама готовила баклажаны, и потом еще пару дней воняло на всю квартиру чем-то ужасным, я не знаю, что она там готовила. Может быть, даже это были не баклажаны, а что-то просто крысиный яд какой-то жарило, чтобы меня убить, я не знаю, но это будет маминой тайной. Ну и вот этот вот рисуночек тоже готов уже, вот, можно посмотреть, я добавляю тени, и все, он готов. Картошка. А еще что-нибудь? Ручка, карандаш. Картошка, ручка, карандаш. Тут у меня появилась такая идея, типа, сделать коробочку, пачку, упаковочку от картошки фри, и в ней вместо картошки, либо вместе с картошкой, в перемешку будут карандаши и ручки, типа, в принципе, они похожи почти по форме, тоже вытянутые и в форме палки. Это все их похожесть, вся их похожесть. И я нарисовал пару картошинок, пару карандашей, пару ручек, и, конечно же, Макдональдс. Жду свои деньги за рекламу, конечно же, Макдональдс, почта в описании. Шутка. Просто я люблю желтый цвет, а в Макдональдсе желтый цвет, поэтому я это и нарисовал. Еще и всякие KFC, Burger King, ну там сложные упаковки, я что, умею рисовать? Нет, конечно, Макдональдс самое простое. Возможно, это не лучшее сочетание желтого, зеленого и красного, потому что получается какой-то цвет какашки в итоге, но неважно. Это я рисовал, в принципе, какой рисунок, такое сочетание цветов, и этот рисуночек тоже уже готов. Напишите комменты, как вам следующее. Здравствуйте. Привет. Скажи первое, что в голову придет. Кек, лимонад, кружка. Класс, спасибо. Лимонад и кружка, спустя много попыток что-то найти, я услышал хоть что-то от этих людей. В принципе, лимонад уже был, но там было что-то другое. Давайте нарисуем лимонад и кружку. Я рисую такой из столовочной, школьной столовки, граненый стакан, в котором лимонад, как это Мачапа Барихи, и на этом стакане будет этикетка, где написано кек, потому что это новый вид упаковки лимонада, типа сразу в стакане с этикеткой продают. Ну и, в принципе, последний рисуночек тоже готов. Ну и, в принципе, мне кажется, это можно закончить. Если вам такие видео нравятся, то пишите в комментарии, и либо что вам не нравится, то можно писать, и что можно исправить. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, писать комментарии, и всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok